Мы продолжаем наши уроки, Таня, с самого начала, продолжаем 10 главе, и сегодня мы познакомимся с праведником. Праведником, мы будем понять, где его линия фронта. И теперь, когда мы увидим линию фронта у праведника, нам станет все на своих местах. Продолжаем. Вегине, 10 глава начинается с 79 страницы на русскоязычный перевод. Вегине. Когда человек, когда человек, который может быть в жиле, он главный. Магбир, это слово «гебр», мужчина. Или слово «сил», «гибор». То есть этот человек, который мы познакомимся сейчас, праведник, это человек, который находится в состоянии силы, у него в силы взяла вверх божественная душа. И он настолько ваевал, ваиует, сжевутная душа, ад дотакова сестаянья, шемегариш и мебаэр хора шебо меколоносмоли. Штон адганьяр, вигнер. Его злой часть, то есть животная душа, полностью откуда? Из левая сторона в своем сердце. Но мы все учили уже в девятой главе, где находится фронт. Вот нам дали точку фронта. Где точка фронта? Он выгнал животная душа. Откуда? От левой стороны, сторона сердца. Где база животная душа? Где ее база? А? Левой стороны? Он настолько воевал, настолько взял вверх в эту войну, генеральную войну, которую у него есть против животной души, что он выгнал животная душа от своего базы. Он захватил Берлин. Уже Берлин захвачен. Все. Он уже взял вверх, даже на левой стороне животная душа. Ребята, давай вспомним. Какой человек может выгнать животная душа от левой стороны? Праведник. Праведник – это название. А какой это человек? Нам описали такое состояние. Как можно это сделать? Мужик. Он праведник. Это тоже название. Это не… Это как сказать, что такое, почему, когда я бросаю, что-то возвышается. Гравитация. Это не ответ. Это название. Почему? Потому. Так все вешено делом. Я спрашиваю, какой человек может отгонять, что у него в душа происходит такое, что он может взять вверх, настолько, что он выгнал животная душа от левой стороны сердца. Ну, мы же учили это прошлый урок. Это человек, который любви, который у него есть в сердце, в правой стороне сердца, перед Всевышним настолько большой, что он перенаполнился. Перенаполнился, и он уже перешел на правая сторона. И когда он перешел на правая сторона, перешла просто какая-то мутация. Его животная душа потеряла смысл в желании материального мира. Она просто исчезла от нее. Обложка. Все, что она потребляет из материального мира, осталось что? Силу желания. Мы говорили, пошли урок, говорили об этом долго, два урока поговорили об этом. Что животная душа, кто она такая в натуре? Она хочет жить, она хочет себе. А что она? Ее зерна, самое-самое сильное зерна. Хотеть. Что хотеть? Что я хорошо, но что хотеть? Она хочет. Если ты поменял, настолько убедил ее, что хотеть Богом лучше, она захочет Бога. Вот этот праведник, вот этот человек, который мы называем сейчас праведник, вот мы знакомимся с ним. Это человек, который настолько его любви перенаполен на правой стороне свое сердце, местонахождение божественной души в сердце, что он перешел на левую сторону. То есть левая сторона, животная душа начала захотеть тоже Богом. Она начала захотеть этого. И то есть это все она больше не будет называть? Мы сейчас учим на какой-то уровень. То есть кто такой праведник? Вот мы называем праведник. Кто такой праведник? Праведник это такой человек, который перешел фазу. Он захватил полностью базу животная душа. Теперь животная душа хочет, что она хочет. Она хочет Бога. Божественная душа это часть Бога. Она не должна хотеть. Она такая. Животная душа не такая. Теперь, вчера она хотела мороженое. Не вчера, у праведника это было не вчера, но условно. Хотела там материальное пожелание. А после того, что ее прямо с любовью укатывали, любовью ко Всевышнему, она хочет. Какая у нее потребность? Потребность Бога. Все. Она вот это хочет. И еще раз прочитаем. Когда человек взвешивает, усиливает, поднимает вверх его божественная душа, и воюет, и нелхам כל-как им обеимис. И он воевал настолько с его животной душа. Он отгонял и прям победил на полностью, да? Кого он отгонял? Он отгонял зла, которое в животной душе. Животная душа не надо победить. Животная душа это сила желания. Сила желания она оставила. Зла потребления, которое есть в животной душе. Вот его он победил. Его он отгонял. Его он переломал. Теперь осталось только сила желания. И эта сила желания хочет Бога. Вен хара, но говорит Ребе. К Мойшекосу, как написано, Рубиарто хорами кирбехо. Как написано в Тору, Отгонял злой от тебя. Зла надо отгонять от тебя. Но не сила желания. Сила желания это можно воспользоваться. Овал, но, тут есть но. Но зла, злой, который есть, Он не стал добро. Будем понять, что это такое. Как мы называем этот человек, Который, он перехватил, Прямо захватил свою левую сторону. Он отгонял. Отгонял злой, Который укатывал. Зла, который укатывал свой. Зорна. Животная душа. То есть, Сила желания. И он взял ее к себе. Но зла, Зло, которое было, Который окружал животная душа, Не перешел. Он не перешел к добру. Он остался злой. Это осталось в жизни. Это осталось в силу. То есть, Этот человек, То есть, Такой человек, Называется Праведник, Который у него зла. Или, И, Или, И, Несовершенный праведник. Садикшену игому. Как это понять? Как такой человек, Как можно вообще Представлять такой, Что я, Разбирал животная душа На двух частей. Сила желания Стала нейтральная. Я могу ее взять К добру. Да? А зло, Который Окружает этого Животная душа, Не исчез. Он остается. Как это? Как это работает? Вот об этом Мы будем изучать Дальше в нашей главе. Но Говорит Ребе Вот, Почертите кубик, Пишите Несовершенный праведник. Несовершенный праведник. Или, Или праведник, Который у него Еще зла есть. Вот, Вот это он. Вот он такой. Ага. 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 То есть дальше Деяйну Ион начинает объяснить Что есть Бои аддайн Меят Мезаир ра Бехолу на смоле У него есть зла Зла это означает Той характер Мы говорили об этом Прошлого урока Это называется Цура Вот обложка Она есть Но она очень маленькая Она осталась очень мало И она находится все-таки Еще в левую сторону Но где он Почему он не проявляется Он же праведник Он просто Кланялся И он Починился Починился Починил себе И поэтому ему кажется Настолько он маленький Что это праведник Когда он не будет Вникать В своем состоянии Через учение Таня Он может себе подумать Что я реально праведник Я совершенно праведник Почему? Он никогда не появляется Этого зла Никогда не появляется Он может Ему может Казаться Кива егаршаю Ва елаклой Кулай легамре Ему может Казаться Что у него Нет больше зла Авал Говорит ребе Как ты можешь знать Что ты не такой Что не совершенный Бе эмес Илу холлаф Ве холлах Лей легамрей Кулара шабой А я не пахл Тайв маныш Если бы Этого праведника Говорит ему ребе Если бы Ты был такой Совершенный праведник Если бы Тастичь того Твой Зла Не осталось Попрежнему зла Она сама Перевернула К добру Это пока Очень загадочные Слов И на самом деле Очень тяжело Это опознать В положительные Доказательства Только через Отрицательные Как это понять? Очень просто Откуда нам знать Что у нас Есть душа? Вот мы провели Урок По-моему Второй урок В девятой главе И мы Нашли Нашей Встречу Нагладная Встреча С нашей душой Через Проявление Мудрости В наш Ум Вот это место Встреча Есть еще Несколько Доказательств Но это самое Яркое Самое Чувствительное Прям чувствуем Что есть Что-то Вверх Нами У себя Часть нас Это никакой Мы не говорим О Бога Мы говорим О часть нас Которые Нам Не достигаем Понятия Это называется Положительное Доказательство То есть У нас Появляется Идея Мы не понимаем Откуда Эта идея Понятна Понятно Что есть Что-то Вверх Нашей Вот Физическое Состояние Которое С нами Дружит Второе Это понять Что душа Является Частичка Бога Или Духовное Духовное Состояние Поскольку Что мы Телесные Люды И нам Духовности Не понять Мы понимаем Этих вещами Через Отрицательное Например Какая У нас Душа Какая Она Мы говорим Нетелесная Мы же Не знаем Какая Она Мы знаем Что она Нетелесная Это значит Отрицательное Часть Да То есть Тоже самое Состояние Праведник Несовершенно Праведник Она такая Тонкая Что Грань Между Него И совершенно Праведник Можно Определить Через Отрицательный Вопрос Отрицательный Ответ То есть Там Невозможно Шупать Там Настолько Мало Ее Ее Недостаток Что Ее Определить Нельзя То есть Поведение Он такой же Как Совершен Праведник Пошуточный По Есть Меня Рассказали Однажды Одного Очень богатого Евреи И все Все В Отрицательный Шот Банк Нет Вот Такой Как Как У них Нет Ну Их Хватает На Все Кроме Шот Банк То есть То есть Получается Что Это Праведник Настолько Малая Очень Тонкий Гран Минжин Него Совершенный Праведник Что Он Не Может Это Чувствовать В Положительности То есть Нет Нет Разницы Когда Он Молится У Него Молитва Наполненная Любви Когда Он Встречается С Каким-то Нарушением Закона Торы Он Чувствует Отвращение Вроде бы Как Совершенный Праведник Он Очень Похоже Во всем Вопросах Где Он Тяжело Ему Определить Где Находится Доказательство Что У Меня Осталось Осталось Какая-то Зерна Зла Очень Тяжело Определить И Говорит Ему Ребе Ты Прав Определение В том Что Если Твой Злой Не Существовал Он Перевратился В Добро Но Это Непонятное Доказательство Определение Сейчас Говорит Ребе Абиснит Кто Такой Савершенный Праведник А потом Вернем Ца Братна Убил Ро Абисни Абисни Эт Ребе Дальше Ки Хина Цадик Гамур Кто Такой Савершенный Праведник Шен Непах Хара Шелло Летой Иву Зла Катары Есть Тониво Пиривирну Лас Кдавро Велахен Некро Цадик Ветой Влой И поэтому Ми назовем Его Цадик И Добро Ему У него Только Добро Нет У него Зла Он Разбирался Как мы говорили В Двятой Главе Полностью Разбирался Со всеми Одеяний Которые Укатывают Животные Души Теперь Давай Вернемся К этому Что такое Что такое Одеяние Которое Есть на Животной Души Знаете В Каждое Существование В Мира Есть Ядро Его Самые Самые Сокровенные Часть А потом Есть Тобоша Когда Зарвается Звезда В небо Когда Есть Нагушение И внутри Ее Ядра Ядра Просто Зарвалась Даже В любой Часть Атома Есть Ядра Которые Внутри Вот она Вот она И Есть Все Ядра Животная Душа Какая Она Хочу Хочу Это Ядра Это Ядра Мы Можем Взять От Животной Души С Условия Какая Условия Когда Этого Хочу Которые Дали Нам Клипот Вот С Этого Хочу Окружились Четырех Элементов Вода Земля Воздух И Огон Этих Четырех Элементов Они Тоже Клипот Каждый Из них Имеет Свой Характер Как Мы Говорили В Первой Главе У Огня Спирчивость Хвастовство И Так Дальше И У Земла Лен Спокойство Слишком Да Виттер Вот Такой Виттерный Человек Вода Хотит Много Наслаждения Получит Наслаждение От всего Хотит Еще Больше Наслаждения Когда Человек Рождается Он Рождается С Определённый Характер Это Характер Говорят Психологов Никогда Не Меняться В Хасидот Это Называется Натуральный Его Медот Тева Медотав Его Натуральные Атрибуты Натуральные Качества Правильно Говорите Их Не Не Меняться Что Можем Меняться Психологи Говорят То Что Называется В Хасидут Медотав Тевют Ни Тева Медотав Психологи Первая Отношения Музыка Музыка Которую Он Слышал Это Накапливается 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 Есть Такие Которые Считаются Сегодня Учёные Что До Трёх Пяти лет Человек Набирает Вот этот Набор Разных Чувств Которые Он Пропитывает И Дальше Он Тоже Не Меняется Это Добавленная Стоимость Это Коэффициент Внутри Наши Характер То есть Есть Погождение Наши Натуральные Данные Гождения Об этом Говорят Учёные Нельзя Меня Нельзя Как Один Такой Умрёшь Второй Это Добавлено У Праведник Хасиду Тоже Написано Что Менять Добавленных Добавленных Привычки Это Очень Тяжелый Труд Менять Очень Тяжелый Труд Это Работа Бейнули Или Несовершенно Праведник Менять По сути Своё Я Это Только Совершенно Праведник Например Мы Встречаем Это У Авраам Наш Приотец Авраам Что Его Атрибут Был Хасад Но Хасад Бож�ственный Хасад Не Человеческий Хасад Его Хасад Был Полностью Одан Как Всевышний Хочет То есть Не Он Захотел Ему Что-то Делать Добро Всевышний Хотел Довать Добро Поскольку Всевышний Хотел Это Не Был Человеческий Это Не Был Человеческий Поддать Это Бой Божец Д synergy И Как Всевышний Это Захочет Так И Будет Иначе, если это не на уровне врага, как колесница, мы говорили об этом, что совершенный праведник, это будет человеческая хесед по закону Тору. По условию закона Тору. Это можно делать. Это тяжело, но можно. Совершенный праведник не человеческий хесед. Это как Всевышний хочет. Это не по условию закона Тору, по условию разрешительной системы заповедей. Это как Всевышний хочет. Всевышний хесед. Или как у Ицхак. Это не человек сжатый такой. Он родился сжатый такой. Ну, такой человек. Гвора. Нет. Это гвора, принадлежащая Всевышний. Это не гвора по условию Тору. Это отдельный вопрос. То есть, совершенный праведник что делал? Нет уже повреждения характера. Нет. Они разбирались. Он просто настолько переломал животная душа с его характера, что характера нет. Нет. Все. Нет. Ее нет. Нет. Поскольку что у нее что осталось? Ядра. Хочу. А теперь что хочу? Нет, что хочу. Потому что характера уже нет. Так что хочу? Божественная душа укажет тебе путь. Теперь есть новый. Есть божественная душа. А есть хочу. Все. Что хочу, не знаю. Хочу. Вот это хочу с божественной душой поженились. И все. Идут своих путем. То есть, это совершенно другой уровень человек. Совершенно другой уровень человек. Это невероятный подвиг. Да? А что он делал? Он снимал все грязные одеяния. То есть, характер он снимал. Нет больше характера. Он проявляет отвращение ко всему, что предлагает нашего мира. Для него это отвращение. Для того, чтобы получить то, что каждый человек хочет. Ему это не надо. Как написано, и это переводится в Хасидут, по первого старшего Гилел из Мишну, который однажды говорил, давай пойдем покормим бедняга. Он говорил о своем теле. Давай покормим бедняга. То есть, тело не хотел покушать. Он перестал это хотеть. Перестал хотеть. Но Хилел понимает, что нужно кормить. Иначе все. Сдохнет. Поэтому давай покормим бедняга. То есть, он полностью уже не хочет. Все, что есть в этом, что предлагает этого мира. А что он оставляет себе? Вело и лави это заше. Все, что остается для службы перед всеми, он это хочет. Почему он не хочет это? Почему он не хочет больше есть? Потому что есть это клепа. Что такое есть? Клепать много. Не хочу. Что такое пить? Клепать много. Не хочу. Не хочу. Надо. Ну, надо. Не хочу. Ну. Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку, что у него есть такой уровень, высокого уровня любви ко Всевышнему, любви которой проявляет с наслаждением от близности со Всевышнему, и все, что находится вне этой близности, для него это отвращение. Не хочу. Не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Нет такой парвы. Ни мостной, ни моночной. Нет такой. Или Богом, или не Богом. Не Богом? Ситраахра. Не хочу. Богом? Хочу. Не Богом? Не хочу. То есть у него настолько он слился внутри. Нахождение вместо со Всевышнему, что у него нет места на все, на все, что не касается ко Всевышнему. Для него это отвращение. Это потому, что Всевышнему хочет. Ты спрашивал хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Жить он хочет. Вот там это Итамарья Вигу, сыновья Аарона перестали захотеть. Им это мешало. Они не поняли, зачем нам жить. Жизнь это то, что находиться здесь, где клепот не хочу. Им, что Вишня говорил, не надо. У вас есть послание от меня. Вы должны находиться здесь. Поэтому мы говорим в молитву. Против твоего воли ты родился. И против твоего воли умрешь. И против твоего воли ты живой. Не тебя спрашивают. Не ты хозяин этого вопроса. Всевышний хотел. Поэтому действительно у Ребе. Дальше есть очень интересное письмо, которое Альтер Ребе писал семье Раблевицких и Балдичев, когда он умер. Что наоборот, у праведника его жизни не физические жизни. Для него жизнь это духовная жизнь. И наоборот, когда он умирает, то есть прощается с телесной жизнью, он получается от него больше. Не меньше, а больше. Когда мы умираем, мы становимся никто. Когда праведник прощается с телесной жизнью, он становится больше. Его душа свободная. Теперь она полный объем. До того она была ограничена как-никак внутри телесной жизни. А теперь нет. Для праведника это свобода. У меня абсолютно ненависть ко всему, что касается Невса Вишны. Я не могу. Враги Можете вникать В майом серца И увидишь Что я ненавижу их Нихачу их Я палоча нет ни хатфоршенья Укефи Орех Гоидел Ову ла шэм Ках орех Гоидел Ассино ласитру ахро Вамиус бара бетахлис Ки амиус Орех ову мамеш кмой ассин У праведники У совершенно праведники Как мы будем это Учить Следующий Следующий абзац Через абзац Потому что мы сейчас возвращаемся к несовершеннеправеднику У совершенно праведники Есть тоже разных уровней Много уровней Много Но Как Большей У них любви И близности Со Всевышнему Так они больше Отвращаются Чувствуют Отвращение От этого мира Насколько он Большей любит И ближе Ко Всевышнему Так он Отвращается Больше Теперь Теперь вернемся После того Что мы Это поняли Сколько Можем Понять Обычные Люди Вернемся Обратно Как несовершеннеправедник Совершеннеправедник Он Он Разбирал Характер Характер Нет У несовершеннеправедник Есть Он просто Подавлен Он понял Что ему Лучше Мольчать Там Сидит Тихо То есть Есть Характер Но он Очищен Спирчивость Стала Настолько Минорная Что она Не появляется Желание Наслаждения Настолько Мизерное Что она Не появляется То есть Ничто Она Была Убрано Не убрано Она просто Не появляет Свою Характер Он Подавил Настолько Своего Я Что он Не появляется Но она Ни в коем Случа Не исчезла То есть Он не менял Он Он другой Сорт Человек Совершенный Праведник Это Невероятный Подвиг Человечества Он Разбирал Своем Срождении Человечность Он Просто Разбирал Он Перемолол Его Это Исчезло У него А у Несовершенный Праведник Это Не случилось У него Есть Наклонность Которую Он Получил С рождением Но Это Наклонность Насколько Подавленная Что она Сидит Тихо По углам Вообще Не появляется Он Не дает Ее Появляться Это Не ошибитесь Это Очень Високол Это Очень Серьезно Это Ну Невероятно Високол Но Он Не мог Переномать Мы Потом Будем Изучать Почему Он Не мог Но У него Нет Это Поэтому У него Нет Больше У него Нет Искренной Такой Сильной Ненависти Потому Что В конце Концов Он Такой Тоже У него Тоже Что-то Осталось Что-то У него Есть Мы Остановимся Здесь В Читании Но Я Хочу Возвращаться К тому Что Вам Это Кажется Действительно Невероятный Подвиг На Уровень Того Что Ну Это Это Невозможно Я Вам Дам Пример Который Вы Почувствуете Что Такой же Я Слышал У Моего Учител Раби Коles Дави That У Скорее Что У Каждый Человек Есть Место Где Он С word Пр obsessed С У Прlab Другой Человек Хотите, ну, простой. Вы знаете, когда дети рождаются, у них есть тяга. Поискать, поиграть своих какашки. Вы не можете сказать, что вы не знаете. Каждый человек, который есть ребенок, знает это. Да. Трогают. Попробуют на вкус. Кто-то из нас это хочет. Кто-то хочет это. Отвращение полностью. То есть, сказать, что мы не понимаем, что есть такой вариант, есть такой вариант. Только мы материальные люди. Мы видим это в материальной, в нашем маленьком мире. Есть вишни, которые нет. Например, не ходить в душевой кабинке на несколько дней. Нет. Нет. Не хотим. Не хотим. Нам неудобно. и так далее. То есть, виши, например, кушать жирная еда руками. Это уже вопрос. Может быть, и да. Если это вкусно, вкусно и рядом друзей. Ну да, буду. Это как-то нет никак. То есть, каждый человек в своем жизни, в своем воспитании может видеть этих вишен. Только мы говорим сейчас о нечеловеческой жизни, о божественной жизни, о жизни, о праведнике, о таких, которые меняли не поведение и не правила приличия, а связь между себе и вселищной. То есть, мы направляем это в правила приличия, правила чувства, как мы живем, как не живем и так далее. То есть, каждый может находить в себе место, где он абсолютно ведет себя как абсолютно праведник. Как? Ну, он не трогает какашка. не хочет. Хотя в детстве все хотели. И что? То есть, почему я говорю это? Потому что иногда мы слышим о подвиге великими людьми и настолько мы не такие. Ну, серьезно. Ну, они могут быть такие? Да, могут. И есть такие. Только мы не такие. можем можем Продолжение следует...